Хотела поблагодарить Александра Геннадьевича Хакимова благодаря вам «Лучше поняла Ислам». Восхищаюсь вашей мудростью. Вопрос в том, что думает Александр Геннадьевич по поводу схожести век и Корана. Не как просто религии, а именно духовности, ислама и век. Мне буквально сегодня передали две книги. Коран и, по-моему, комментарии к Корану. Ещё вот не раскрывал их. Но какие-то книги я уже читал, Пороховой, допустим, читал Коран. И также читал биографию пророка. Та, также Пороховой, какие-то ещё с советских времён эта книга читал. Я изучал это в своё время. Ещё до вегетарианства это было давно. Вот, когда я читал Коран, раньше я мало что понимал, как и все люди в священных писаниях мало что понимают. Но там чувствуют какие-то вещи есть очень сильные, а какие-то непонятные. Также я читал их. И когда я стал изучать веды, то есть уже философию, стало всё как-то проясняться. И Коран то, что я читал из Корана, и в Евангелии то, что я читал, я понял, что это как бы одна наука. В самом Коране тоже говорится, что мы послали к вам Ису, Моссу, Марьям, то есть Марию, Моисея, Иисуса. А теперь вот пришёл пророк такой-то, то есть один источник. И я это понял через философию, через какие-то уже конкретные определённые знания точные. Потому что Иисус говорил притчами. В Коране тоже это изложено как бы таким языком особым, не философским, а тем привычным языком для людей того времени. И много что, имею в силу, вам сказать всё не вместите, скажем, Иисус говорил тоже. Не всё рассказано людям, потому что не всё поймут. Что-то рассказано, что-то не рассказано. И когда я эти вещи увидел, я понял, что религия одна и Бог один. До сих пор с этим мнением не расстаюсь. Не вижу разницы принципиально духовной ни в Коране, ни в Библии, ни в Ведах. В деталях много есть различий, в языке, например, в культуре, в тонкостях, в деталях. Есть какие-то вещи, которые могут отличаться. А суть нет, суть не отличается. Возлюбие Бога — это высшая суть всех священных писаний.